И знаете, в чём заключается прелесть этого изделия? Нет ни одной ровной грани. Белые крылья! Хорошо тому живётся у кого одна нога. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите Хроники Столяра-любителя. Сегодня простое, но необходимое женщинам изделие портновский утюжок. Как им работать, я не знаю, но догадываюсь, что паром обрабатывают какие-то швы и потом таким утюжком всё это дело разглаживают. Но у меня есть техническое задание, а именно размеры этого изделия. Почему я стою около фрезерного стола? Ну, понятно, что он будет задействован сегодня в работе и всё-таки надеюсь, что дойдут руки до него, потому что несколько проблем мне в нём не нравится. Ну, заодно уж, так сказать, под горячую руку попробую их устранить. Имеем вот такую заготовку ясеня. Она в длину порядка 250 мм, в толщину около 50 мм. Но тут, наверное, миллиметров 100, чуть больше. Но самое интересное то, что нет ни одной ровной грани. Здесь вогнутая, здесь выпуклая, здесь всё под углом, а нам нужно получить ровненькую заготовку. Фуганок, рейсмус, циркулярная пила. Ссылки на все эти приборы в описании. Погнали! Хотел сначала вот этот станок record power в рейсмус перевести. Он же может и фуганком, и рейсмусом. Но потом решил, ну, раз уж я выточил на свой обычный старый рейсмус, макитовский, такое замечательное переходное колечко. Ну, надо же показать, что теперь у меня патрубок стружка отвода. Вот такой вот замечательный, и просто-напросто вот так вот, оп, и готово. И вот теперь, когда заготовка в этой плоскости выровнена, сейчас будем обрезать, поднимаю пильный диск чуть выше заготовки. Достаточно. Пильный диск для продольного пиления. Рейсмус для выравнивания вот этих вот граней я больше использовать не буду. Я буду рейсмусовать пильным диском. То есть, сейчас мне итоговая ширина, вот здесь вот, нужна 65, я выставлю где-то 67, с запасиком. Отпилю, а затем, микро, так сказать, небольшими подвижками, буквально по полмиллиметра, буду прогонять, и таким образом вот эти обе грани у меня станут ровные и без всякого рейсмуса. То есть, теперь чуть-чуть сдвигаем упор и рейсмусуем вот эту грань. По техническому заданию, посредине вот этого портновского утюжка должен пролегать полукруглый в профиле такой, ну, выборку, короче, надо сделать. Я просто-напросто вот хочу взять сейчас галтельную фрезу, поставить вот такой вот. Ну, у меня какая-то вот, у меня дорогих таких нету, галтелька есть вот только дешёвая. Поэтому я её сейчас просто-напросто сюда поставлю и в два или в три прохода по чуть-чуть поднимаю, чтобы не сразу на всю дурь, на всю эту... Сделаю выборку. Ну, до какой-то приемлемой глубины, я даже не знаю, ну, может, миллиметров на шесть я углублюсь. Я не силён в партняжных делах, но говорят, что эта штука нужна, когда мастерица разглаживает там, отпаривает швы, а там, например, есть какой-то толстый шов или там молния какая-нибудь, что вот нужно, чтобы был такой паз. Ну вот, сделали паз. Теперь придадим форму всему этому изделию. В общем-то, всё. Итак, фрезерный стол. Джетовский, в котором у меня стоит трайтоновский фрезер. Но обо всём этом у меня есть видео. Я ссылку, конечно же, оставлю. Вот, значит, главная проблема, вернее, моё неудовольствие, заключается в том, что есть штатный поперечный упор. Мне бы хотелось им пользоваться, но я пользоваться им не могу. Он у меня не заходит в стол. Почему? Потому что я вот это расширение собрал в одной плоскости со столом. Если я при сборке поставлю упор, так сказать, вот на границе, для того, чтобы он свободно туда-сюда ходил, тогда стол будет перекошен. Вернее, расширение стола относительно стола будет перекошен. Но нет тут у них совпадения. Стол вообще не очень плоский. Тут вот были какие-то линеечки приклеены. Я их уже оторвал. Вот эта втулка для микролифта. Мне вот не нравится совершенно. Она тут торчит. Сейчас надо, в общем, здесь будет всё это дело как-то делать. Но начну я с того, что просто-напросто хочу убрать вот эти расширения, Как показала практика, они мне не нужны. Вот этого расстояния самого стола мне вполне достаточно для моих любительских операций. Вот эта вот длина мне не нужна. Поэтому убираю крылья. Белые крылья, белые крылья, белые крылья, полёт неземной. Мы ведь любили. Мы ведь любили. Мы ведь любили. Друг друга весной. Ну вот, теперь, по крайней мере, я могу тетреком пользоваться и упором вот этим. То есть, сюда же я могу приколхозить любую, так сказать, сверху, то, что мне нужно. Потому что вот эта операция бывает нужна, конечно же. Значит, что ещё осталось? Осталось то, что торчит вот эта втулка и вот эти колечки, они неровные, они выступают над плоскостью стола. Ну, втулку я сейчас постараюсь выломать, потому что микролифтом, вот этой кочергой, пользоваться на самом деле не так удобно. Она, наверное, актуальна, когда у вас нет доступа с боков. И тогда кривой стартер сверху актуален. Но у меня-то вот отсюда есть свободный доступ к ручке микролифта. Я могу спокойно его крутить. И мне вот эта вот вещь совершенно не нужна. Втулку вот эту я буду удалять. Она мне не нужна. Я попробовал её по-человечески достать. Пытался с ней договориться, но что-то у меня не получилось. Вот. Всё. И осталось разобраться с этими колечками. Выкинуть их я совсем не могу. Они всё-таки нужны, когда фрезеруешь. Ну, что тут сделать? Да ничего. Просто-напросто, насколько это возможно, сошлифую сейчас и всё. Ну, вот так-то гораздо лучше. Ну, да. Ну, всё. Наверное, так и оставлю. В такой конфигурации, думаю, будет гораздо приятнее пользоваться столом. Тем более, теперь возможность появилась пользоваться поперечным упором. Да и стол в размерах стал меньше. В итоге получилось 610 на 360. Как говорится, хорошо тому живётся у кого одна нога. И портяночка не трётся, и не надо сапога. Ну, что ж, давайте закончим с портновским утюжком теперь. Чтобы иголкой циркуля не портить заготовку, я лучше сделаю такой небольшой шаблончик, а по нему уже потом буду обводить на заготовке закругление. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, всё пошлифовал, заканчиваю на 320-м зерне пока что. Вот, а сейчас, собственно, будем переходить к отделке. И знаете, в чём заключается прелесть этого изделия? Она заключается в том, что отделывать я буду вот этой жидкостью. Наверняка, как отделывать. Это просто-напросто обыкновенная вода. Я её сейчас смочу, чтобы поднять ворс. А когда высохнет, дошлифую более мелкими фракциями и всё. Поскольку это будет применяться, так сказать, рядом с паром, то никаких масел и лаков здесь быть не должно. Ну всё, закончил я после высыхания. Дошлифовал ещё 400-800-й. Получился вот такое вот изделие. С такой вот канавкой. Она нужна для того, чтобы, когда там молнии, например, где-то прострочены, чтобы, ну не знаю, короче, вот как-то так чих-чих-чих, всё это дело затирается. Ну и заодно с вами сегодня модернизировали немножко мой стол. Теперь у меня есть возможность пользоваться поперечным упором. И здесь всё сошлифовал. Вроде вот сейчас ровненько в одной плоскости. Ничего не будет цеплять, что приятно. Кстати, тут на столе бардачок. Это следующий проект. Подарочки. Подарочки простые, но приятные. К всяким днём Валентина. 23 февраля, 8 марта. Следующий выпуск будет об этом. Не пропустите. В общем, работа небольшая. Понравился, не понравился. Давайте лайки, дизлайки, подписки, отписки. И большое вам спасибо за внимание.